Целые гауссовые числа. Вот я только что говорил про все множество компрессных числ. Это числа вида х плюс у и у, где х и у любые вещественные числа. А давайте сейчас рассмотрим вот это принцип. И зададим себе вопрос. Есть ли там простые числа? Что такое там обратимые элементы? Давайте поймем. Когда умножаешь 1 на 1, получаешь 1. Когда умножаешь минус 1 на минус 1, тоже получаешь 1. Когда берешь любое другое число, кроме единицы, то на что ни умножай, единиц не получишь. Числа 1 и минус 1 называются обратимые в кольце целых чисел. Или иногда так коротко говорят единицы. Есть, конечно, одна единица, это само число 1, а есть обратимые элементы. Элементы называются обратимыми, если для него существует другой элемент, который произведение из нас число 1. Обратимые элементы. Так вот, в кольце z от f. Ну, 1, 1, 1, 1, это понятно. Минус 1 умножить на n, что они по-прежнему. А теперь сейчас смотрите. И умножить на минус 1, это тоже 1. Поэтому обратимые элементы устроены так. 1 и минус 1 и минус 1. Их 4 штуки. Правда, возникает вопрос, а нет ли еще? Вдруг я могу найти какое-то, какое-нибудь еще число, и вдруг оно окажется обратимым. Пусть у нас и было целое голосовое число, которое умножение на другое целое голосовое число дает единицу. Мы можем взять модуль от обеих частей. Тогда здесь корень из а в квадрате плюс b в квадрате. Здесь корень из x в квадрате плюс b в квадрате. И здесь единица. Замечательно. Другими словами, а в квадрате плюс b в квадрате, а это, знаете, целое число, настоящее голосовое число, настоящее число, везде не дает единицу. Значит, это единица, это единица. То есть, из чисел а и в какое-то равно 0, а какое-то равно плюс минус единица. И из чисел x и y то же самое, какое-то равно 0, а какое-то равно плюс минус единица. Ну вот и все. Значит, те самые четыре случая. Потому что если у нас b равно 0, то это плюс минус 1. Если, наоборот, а равно 0, то это плюс минус 3. Отлично. Мы разобрались с тем, какие же числа, обратимые в кольце целых каусловых чисел. А, b, x, y – это настоящие целые числа. Да. Сейчас рассматриваю такую задачу. Какие элементы кольца цели от и обратимые? Напоминаю определение. Обратимый элемент, тот, который после умножения на какой-то другой дает число 1. Вот мы взяли целое каусловое число а плюс b. То есть, а и b – целые числа, настоящие. И посмотрели. Возможно ли, что при умножении на другое целое, ну или на то же самое, целое каусловое число, получается единица. Если такое равенство есть, то из-за того, что произведение модулей равно модулю произведения, мы можем здесь перейти везде к модулю. В правой части получилась единица, здесь вот такие корни. Но уже здесь а, b, x, y – настоящие целые числа. Поэтому никаким отрицательным здесь не может быть выражения. И значит, это действительно 1 умножить на 1 равно единица. Теперь понятно? Так, хорошо. Так, хорошо.